Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость научит вас, как подниматься на небеса и спускаться с небес обратно. Хотите узнать, что для этого нужно? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. С вами я, Сид Рот, и со мной в студии сегодня Патрисия Кинг, в чьем мире ангелы и чудеса — это вполне естественное явление, а также видение и сны, передвижение в духе. Но знаешь, Патрисия, дело в том, что все это в Библии является нормой. Так что, может, настала пора всему миру стать уже нормальным? Аминь. Патрисия, твоя новая книга называется «Доступ к небесным богатствам». При слове «богатство» первое, что приходит мне на ум — это деньги. Я думаю, наверное, это книга о том, как стать миллионером, но ты говоришь, что ты совсем не это имела в виду. Что же тогда? Эта книга совсем не об этом. Хотя Бог не против того, чтобы давать людям деньги, это всего лишь бумага. Земная валюта такая неустойчивая. Сегодня она стоит твердо, а завтра падает, на нее нельзя положиться. Но небесные богатства — это то, что гораздо надежнее всех монетарных ценностей этого мира. Конечно, в небесные богатства входит Божье обеспечение. Бог желает дать нам обильное обеспечение, чтобы мы исполняли Его волю. Но это скорее богатство Его мудрости, Его здоровья, Его силы и жизненной энергии, Его откровения, Его благости, Его присутствия. Так что все это намного больше, и все это нам доступно. Когда Иисус умер на кресте, Он даровал нам все, кем Он является, и все, что Он имеет. Поэтому, когда мы, живя на земле, исследуем то, что принадлежит нам на небесах, потому что Иисус желает, чтобы мы жили на земле, как на небе. Когда мы исследуем, что Он имеет для нас на небесах, зная, что через веру мы можем обрести это на земле, это меняет наш мир. Это прекрасная книга. Истинные богатства. Приведи пример с маленькой девочкой в Африке. Мне очень нравится эта история. Мы были в Африке, в нашем миссионерском доме. Отец принес на руках свою маленькую дочь. Ей было где-то 4 или 5 лет. Она уже была довольно тяжелой. Он сказал, что она не ходит, не умеет ходить. Я посмотрела на ее ноги. Они были все скручены. Она родилась с такими ногами, поэтому и не могла ходить. Я буду с вами откровенна. Мне было сложно поверить в то, что ее ноги выровняются. Но ее отец отчаянно ожидал исцеления для маленькой дочки. Я знала, что Бог может ее исцелить. Я просто не была уверена, что Он это сделает через меня. Я возложила на нее руки в послушании Слову Божьему, Господь. Ты сказал, возложите руки на больных. Я кладу на нее руку, и мы ожидаем от тебя чуда. Она начала ерзать. И лично я не думала, что сейчас что-то произойдет. Но в тот момент ее отец начал радоваться. Это было видно по его лицу. Он поставил ее на пол, и вдруг эта малышка начала идти. Она шла настолько естественно, как будто всегда ходила. Она начала радостно бегать вокруг, а ее отец плакал от счастья. Ты имела привилегию посетить сокровищницу на небесах. И каково там было? Да, это было не так давно. Я была на служении поклонения. Я переживала встречу с Господом. Я увидела, как передо мной открывается дверь, и почувствовала, что Господь приглашает меня войти. У этого откровения было три стадии. Сначала я увидела стены, пол и потолок, сделанные из чистого золота. Они были прозрачными. Они просвечивались. Им не было конца, но я знала, что это стены, пол и потолок. Я стояла в трепете. И затем я увидела посреди комнаты деревянный сундук. Я думала, он был пропитан кровью, потому что дерево переливалось красным цветом. Внутри сундучка были монеты, которые отсвечивали ярким светом. В духе я знала, что имею к этому доступ. Я пребывала в трепете. И после этого я увидела видение Иисуса Христа. Он стоял немного в стороне от сундучка. Я взглянула на него. Он весь сиял. Он сиял настолько, что все то прекрасное, что я видела до этого, бледнело на его фоне. Потом я поняла, что Бог мне хотел этим сказать. Сам Иисус Христос – это наше сокровище. Его ни с чем нельзя сравнить. Когда Он есть у вас, то тогда у вас есть все. А если у вас есть все, но нет Иисуса, то у вас нет ничегошеньки. Одним утром Патрисия готовила завтрак. И вдруг в ее кухне появился ангел с тремя пророческими свитками о будущем. Ты в этот момент жарила яичницу. Не так ли? И вдруг такой важный посетитель. Расскажи нам теперь о нем. Это важно. Потому что многие думают, что мы можем что-то пережить, лишь находясь в духовном состоянии. Но в этот момент я просто готовила завтрак. У меня в доме были гости, я готовила завтрак, и вдруг я ощутила присутствие ангельского существа за моей спиной. Мне пришлось остановиться. Я обернулась, думая, увижу ли я его физическими глазами. Я его не увидела. Но в духе я увидела три свитка с пророчествами. Мне пришло понимание, что ангел принес мне три пророчества о моей жизни и служении. После того, как он ушел, присутствие все еще было на том месте. Мои гости спустились. Я рассказала им, что случилось. Мы позавтракали и отправились на служение под шатром. И я смогла как бы взглянуть в этот свиток. Дух Божий начал открывать мне одно местописание, а именно Бытие 26-12-13. Это история об Исааке, который сел семя, и в результате ему открылись четыре измерения изобилия. Это начало приходить ко мне как откровение. И я ощутила присутствие Господа вокруг себя. Это было удивительно. Я ощущаю Бога сейчас. Да, я тоже. Он сказал мне, что хочет подключить свой народ к четырем измерениям жизни с избытком. Это его желание. В то время нашему служению недоставало 100 тысяч долларов на проект, которым мы занимались. Мы верили, что Бог покроет эту нужду. И я увидела первое измерение. Это была реальность умножения посеянного семени. Ты сеешь и потому женешь. Я увидела воздаяние во сто крат в течение года. До конца года оставалось всего два месяца, но у меня была огромная вера, что Бог восполнит нашу нужду до конца года. Дух повел меня взять мою чековую книгу и выписать чек на пожертвование в тысячу долларов. Я сказала, Господь, я верю, Ты воздашь нам на это служение во сто крат и покроешь нашу нужду в сто тысяч долларов. Я бросила чек в корзину. Никто не собирал пожертвования. Я просто сделала это и ощутила огромную радость. Господь сказал, что это семя откроет четыре измерения изобилия. Первое измерение – воздаяние во сто крат. Второе – благословение. Третье – ты обогатился. И четвертое – стал богатым. Разница между третьим и четвертым измерением в том, что третье – твое личное изобилие, а четвертое – ты способна влиять на мир. Я подумала, как здорово. Я была полна веры. И менее, чем через три недели, Бог дал нам даже больше, чем сто тысяч долларов на этот конкретный проект. Ты учешь тому, что многие люди не понимают. Когда вы сеете или насаждаете, это должно быть намеренно. Да, я думаю, что это то, что сделал Исаак. Он сел в землю, которая не была такой уж плодородной. Была засуха, был голод, но он знал о своем завете с Богом. Он совет заключил с Богом его отца, Авраама. Он сеял намеренно с веры в результат. Сид. Вера – это ключ. Когда мы получаем слово от Бога, мы намеренно отвечаем на слово от Бога, проявляя послушание Ему. Мы делаем это намеренно. И за этим следует ожидание, что произойдет именно то, что сказал Господь. Это измерение веры. Да, измерение веры. Ты жила в Мексике, и ты обрела там несметные богатства. Что за несметные богатства такие? Это правда. В нашей западной культуре люди измеряют богатство в монетарной системе, измеряют материальными вещами. Но в Царстве Божьем все не так. Мы были в Мексике, посреди трущоб, и жили мы в очень скромном домике. Вся наша семья проживала в небольшой квартире общей площадью 55 квадратных метров. И рядом с нами в квартире жили еще шесть парней. На всех одна ванная и маленькая кухня. Но мы были самыми богатыми. У нас было все, что нам нужно. У нас была крыша над головой, был транспорт для передвижения. Вы были правда счастливы, имея одну ванную на всех? Мы ходили грязные, но это не мешало нам ощущать себя богатыми. Каждый день мы служили людям, и они приходили к Богу. Каждый день мы видели исцеление людей. Я не преувеличиваю каждый день. Мы видели, как люди освобождались от бесов. Мы видели сверхъестественное обеспечение. Мы строили дома для бедных. Строили приюты для сирот и медицинские центры. Бог давал нам необходимую мебель для наших проектов. Это хорошо, что нам не нужно было ухаживать за большим домом. У нас не было на это времени. При этом вы чувствовали себя богатыми и довольными. Да. Довольство в душе и есть истинное богатство. В нашей западной культуре люди входят в долги, чтобы приобрести больше вещей. Мир ожидает, что если ты богат, ты окружишь себя роскошью. Крутой автомобиль, брендовая сумочка. При этом они нагребают кредитов, чтобы все это оплатить. Это не богатство, это рабство. Однако у тебя может быть небольшое жилье, но ты не в долгах. Тебе не о чем беспокоиться, и ты свободен, чтобы служить Богу. Я тоже. Вы знали, что вы можете по желанию подниматься на небо и спускаться с небес обратно? Об этом говорит Библия. Мы вернемся через минуту. Существуют два вида встреч на небесах. Все знают об одном виде, когда Бог забирает кого-то и показывает ему небеса. Но мало кто понимает второй вид. Расскажи о первом виде встречи на небесах, которую ты пережила. В январе 1994 года я была во Флориде на служении пробуждения. Тогда я не знала, что можно, находясь на земле, посетить небеса. Прямо посреди служения Дух Святой вознес меня на небеса. Все это происходило под Божьим контролем. Он был инициатором этого. Для человека это полностью неожиданно. Я была в шоке. Небеса были полны радости и смеха. Тогда мне было сложно это понять. Почему они так радуются? У нас на земле огромное количество проблем. Нам вообще-то помощь нужна ваша. А вы тут веселитесь. Мне было трудно это воспринять. И тогда Господь проговорил ко мне. Мы здесь никогда ни о чем не тревожимся. Тревожиться ни о чем. Потому что победа уже одержана. И мы смотрим на все с позиции победы. И мы хотим, чтобы вы на земле тоже жили с позиции победы. Там, на небесах, я получила еще массу откровений. И с тех пор мне захотелось еще больше таких встреч с Богом на небесах. Я взывала, Бог, я хочу еще, возьми меня еще раз на небеса. И я ждала, пока Бог проявит инициативу и возьмет меня опять на небеса. Затем ты случайно встретила нашего общего друга, пророка по имени Боб Джонс. Сейчас он уже на небесах. Эта встреча изменила ее понимание о том, как восходить на небеса и спускаться на землю. Объясни. Прошло шесть лет. Я молилась о том, чтобы еще раз Бог забрал меня на небеса. Я встречала Боба Джонса в аэропорту, и мы тогда увиделись впервые. И я много слышала о нем и обо встречах с Богом. Мы ехали в машине, чтобы завести его в отель. И я рассказала ему о своем посещении небес в 1994 году. Он сказал, да, я переживаю подобное каждый день. Это мое личное вознесение церкви. Так он это называл. Вы переживаете это каждый день. Ух ты! Я тоже бы так хотела. Он сказал, это возможно. Вы не могли бы помолиться обо мне. Он сказал, конечно, но не сейчас. Я подумала, вот это будет здорово. На следующий день на конференции, за обедом, он спросил меня, ты хочешь подняться на небеса прямо сейчас? Что? Прямо сейчас? Да, конечно. Он сказал, это уже у вас есть. Это уже вам принадлежит. Что? Но я не ощущаю, что я уже там. Он сказал, дело не в том, что вы чувствуете. Вы просто должны идти за духом. В Евреи сказано. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать. Престол на небесах. Да, это престол Иисуса. Так как же нам исполнить то, что здесь написано, если у нас нет туда доступа? И так же в 9 и 10 главах евреям сказано, что кровь дает нам доступ в это место. Это так чудесно. Когда Боупет Джонс объяснил мне все, он попросил меня встать. Он сказал, я сейчас буду молиться о вас, а вы закройте глаза и просто следуйте туда, куда Дух Божий вам покажет. Он взял меня за руку и сказал, Господь, мы сейчас возносимся выше, выше, выше. Что-то вроде этого. Я подумала, это что-то новенькое. Я ожидала, что это будет так же, как и в 1994 году. Он спросил, что вы видите? Я сказала, ничего. Я закрыла глаза, просто темно. Правда, я видела небольшое мерцание света, но я думала, это свет, проникающий из окон, или просто лампочки мигают в зале. Боб Джонс сказал, разве вы не видите мерцающие языки пламени? Я подумала, да, это оно. Я удивилась, как он может знать, что я вижу с закрытыми глазами. И когда я сфокусировалась на том, что вижу, я поняла, что вижу пламя. Вас полностью охватило пламя. Не правда ли? Это меня вообще напугало. А откуда он знает, что меня охватило пламя? Откуда он может это знать? Для меня это было очень удивительно услышать. Я не ожидала. Ну уж он-то все знает. Он говорит, теперь вы должны спуститься. Может подняться? Неужели это все, и я типа уже побывала на небесах? Это очень отличалось от моего прежнего визита на небеса. Он сказал, спросите Дух Святой, что вам нужно принести с собой на землю после этого небесного переживания. Я подумала, не думаю, что я вообще на небесах. Ну ладно. Но вдруг в своем разуме я четко увидела картину. Заснеженные горы с зелеными деревьями на них, и вокруг летают орлы. Он спросил, что вы видите? Я рассказала о горах и орлах. Он сказал, что видел это видение в 1984 году. Бог говорит о том, как важно подниматься пророком в это последнее время, и, если честно, не придавала этому видению большого значения. Когда все закончилось, я не считала, что побывала на небесах. Но через шесть месяцев пророк Стейси Кэмпбелл, которая на следующий день после меня пережила подобную встречу на небесах, какую пережила я. Мы тогда не знали об этом. Она попросила меня помочь ей основать в Канаде совет пророков. Вы были на северо-западе Канады? Да, в Келуоне, Британская Колумбия. Я поехала в аэропорт встречать пророков. Келуна — это долина, окруженная горами, покрытыми сверху снегом. Орлы символизируют пророков Библии. Бог проговорил ко мне, посмотри вокруг. Сегодня исполнится то, что ты видела в тот день на небесах. А я ведь тогда даже не думала, то, что я увидела, дано было с небес. Этот день был действительно особенным, потому что этот совет пророков в Канаде растет по сей день. И с того дня Канада не прожила ни одного дня без пророческого совета. Бог заранее мне открыл, что будет там и что там произойдет. И когда это произойдет? А ты могла бы научить этому наших телезрителей и зрителей в студии? С удовольствием. В качестве основания я хочу дать вам два фактора — слово и дух. Мы ничего не делаем вне слова. Мы стоим на слове и все проверяем по слову. И затем мы следуем за духом святым. Итак, во-первых, слово говорит, что вы посажены на небесах. И вам необходимо в это верить. Во-вторых, Дух Божий ведет и наставляет вас на всякую истину. Мы не делаем свои предположения, но следуем за ним. Вот как это я делаю. Давайте сделаем это вместе. Дух Святой, я верю, что ты здесь. Я верю, что ты во мне, и ты направишь меня на небеса. И поведешь меня на небеса. И потом я просто ожидаю, наслаждаясь его присутствием. И затем я начинаю размышлять о том, что согласно Слову Божьему, я уже сейчас посажена на небесах. Спасибо, Господь. Я стою перед твоим престолом с дерзновением. Твое Слово говорит, что мы приходили к твоему престолу. Вот и я прихожу. Я просто следую за тем, как ведет меня твой дух. Мое сердце отвечает на его водительство, и я верю, что все, что он мне говорит, есть истина. Бывает, я что-то чувствую, но сейчас я ничего не чувствую. Я просто верю. Я вижу, что Бог протягивает руки, в его руках благословение. Я верю, что он говорит мне, передай моему народу мое благословение. Я благоволю к ним, и они имеют благоволение у людей. Я просто сейчас принимаю это верой и высвобождаю. Я принимаю от Бога благословение Божьего для Божьего народа. Я верю, что я уже приняла это, и я отвечаю на то, что он повелел мне сделать. Я высвобождаю на вашу жизнь благословение Господа прямо сейчас во имя Иисуса. То есть, в то короткое время я смогла побывать на небесах. Когда я наедине, у меня больше времени, и я записываю в дневнике то, что мне открывается. Я просто поклоняюсь Ему и благодарю. Выше голову. Патрисия молилась не только о себе, но и обо всех тех, кто слышал эту молитву. И вот что услышал лично я. Она только что открыла для вас всех. Реальность Божьего благоволения. Бог благоволит к вам. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Кевин Задай. Я хочу сказать вам, что пришла пора дьяволу заплатить за все, что он сделал вам и вашей семье. Не пропустите следующую программу. Это сверхъестественность с Сидом Ротом. Я покажу, как все обратить вам во благо. Один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы. У него был личный самолет, на котором он мог улететь, куда хотел. Он был продюсером одной известной радиопрограммы, но чувствовал себя пустым изнутри. Внезапно с ним произошло откровение, полностью изменившее его жизнь. Хотите узнать, что это было? Чтобы узнать, чем закончилась эта история, посетите наш сайт, который вы видите на экране. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Иногда кажется, что за все ежедневные ручины жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». Продолжение следует... Продолжение следует...